АПЛОДИСМЕНТЫ Празднуем премьеру, скажем, театральным словом этой замечательной книги о Екатерине Максимовой, а для людей, во-вторых, потому что наши гости Елена Фетисова и Владимир Васильев, а для людей моего поколения, для тех, кому посчастливилось видеть эту волшебную, неповторимую пару, это совершенно особое впечатление. Потому что пара Васильев и Максимова, это было не просто совершенный балет, это значило для нас гораздо больше. Я вот долго думала, это было какое-то земное воплощение гармонии и красоты, когда ты действительно верил, что красота и доброта и волшебство в этом мире возможны. И я хочу вам рассказать одну историю. Среди моих педагогов была замечательная женщина, преподаватель изобразительного искусства Раиса Дмитриевна Шуринова. Очень интеллигентный человек. Попасть на спектакль Максимовой и Васильевой, это была невероятная удача. Смотреть их, это было счастье. И вот однажды перед зимней сессией Раиса Дмитриевна вошла к нам в аудиторию. Ей было ужасно неудобно, потому что я понимала, что она нарушает все правила чести и долга. И она сказала нам, ребята, кто достанет билет на спектакль Максимова и Васильева, поставлю экзамен по изобразительному искусству. И самое удивительное, что мальчик, который жил во Владимире, даже не в Москве, достал этот билет. Потому что это для любого из нас было настоящее счастье. Искусство театра, как и искусство балета, оно скоро проходящее, оно мимолетно. Но какое счастье, что остались записи. И давайте сейчас насладимся возможностью увидеть волшебство балета здесь. Искусство театра, как и искусство балета здесь. Искусство театра, как и искусство балета. Искусство театра, как и искусство балета здесь. Искусство театра, как и искусство балета здесь. Искусство театра, как и искусство балета здесь. Сейчас еще второй. Сейчас еще второй. Теперь мы смотрим Владимира Васильева. КОНЕЦ 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 Браво! Но нет никаких слов и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Все. Леночка, у нас Лена Фетисова, автор и составитель вот этой замечательной книги, о которой мы сегодня будем говорить, Екатерина Максимова «Энциклопедия творческой личности». Елена, расскажите все-таки вот особый какой-то формат у этой книги. Расскажите о ней. Я хотела бы сначала, вдохновившись вашим рассказом, рассказать собственную историю, как, в общем-то, все начиналось. Тоже никак не могла попасть на спектакль. Очень хотелось попасть. Особенно «Спартак». Но возможностей не было никаких. И тут, на мое счастье, начались съемки фильма-балета «Спартак» на масс-фильме. Вот туда я смогла пройти. Там мне выдали белый халат ученицы-гримера, и я стала ученицей-гримера. Причёсывала Авиа Викторовича, даже помогала ему для него парик сшить. Ну и вот там же начала фотографировать впервые. Вот первые мои снимки. Впервые взяла в руки фотоаппарат, первые мои снимки были там. И вот с этого, в общем-то, всё началось. Фотографирование, сбор всех возможных материалов. Вот то, что в конце концов и вылилось в энциклопедию. Потому что сначала была первая энциклопедия. Энциклопедия, посвященная Владимиру Викторовичу, к его 60-летнему юбилею. Ну мы долго думали, что бы ему подарить. Вот мой муж родил такую идею. Давай сделаем энциклопедию. То есть соберём всё, что можно Владимиру Викторовичу. Потому что действительно же не только артист балета. И балетмейстер, и режиссёр, и художник, и поэт. То есть куда ни возьмись, везде какие-то есть свершения. И тогда мы сделали первую эту самую книгу. Потом, когда Екатерина Сергеевна решила писать свои мемуары, я делала литературную запись, как вот такое некое сопровождение к этим мемуарам, была сделана первая версия энциклопедии Екатерины Максимовой. Но она была такая краткая, скорее как вот некий список перечисления основных партий, основных ролей. А сейчас, к вечеру памяти её, к 75-летию, которое в прошлом году не отмечалось, её ученица Татьяна Придейна, примабалерина Челябинского театра, предложила переиздать энциклопедию. Но это оказалось такое переиздание, как абсолютно новое, значительно расширенное, значительно больше материаловое. Огромное количество новых фотографий, которые действительно реально публикуются впервые. Многие никогда их не видели. И формат энциклопедии, где мы можем дать, ну не только, как обычно, например, роль Жизель. Когда говоришь о примабалерине, даются фотографии из её главной партии, естественно, Жизель. Вот формат энциклопедии даёт возможность нам показать Максимову, например, в роли подруги Жизели. Я думаю, что вряд ли кто-нибудь из вас видел эти фотографии раньше. Или в ПДД, когда она исполняла крестьянское ПДД. Там вот такие вот вещи. То есть показать самые разные ракурсы. Дать её на репетициях с ученицами, дать её на гастролях, на концертах. Ну, в общем, то, что здесь вот мне как фотографу было ещё интересно, это большое количество фотографий, которые можно было сюда поместить. Ну и, собственно, всё. Что-то можно рассказать. Нет, я думаю, что вся работа – это только сбор, оформление. И вот благодаря Челябинскому издательству, которое взяло на себя это издание, вот вышла такая книга. По-моему, красиво получилось. Елена, но мне кажется, вот ещё это даёт возможность, ведь здесь очень много имён, которые и названий, которые связаны вот с… Естественно, здесь… Всё окружение, что такое энциклопедия. Во-первых, каждая буква начинается ролью Максимовой на эту букву. А, Анюта, соответственно, О, Адета и так далее. И внутри все, ну не все люди, но её ученики, её партнёры, булькмейстеры, которые для неё ставили, режиссёры, с которыми она работала, операторы, даже гримеры, который был такой человек, с которым она очень много работала. Это тоже в обычной книге не попадает. Ну и даже сейчас сходу даже не перечислился к концертмейстерам, с которыми она работала. Максимальное количество… И, конечно, естественно, все спектакли, все фильмы, все роли – это всё в алфавитном порядке, с иллюстрированием почти каждой статьи. Так что изучайте. Ну, теперь мы попросим Владимира Викторовича сказать об этой книге, да? Да, ну, прежде всего, спасибо вам большое. Потому что, когда мы ехали сюда, мне Марина говорила, целый день мы колесили по городу, было масса встреч, домой даже не успел заехать. И вот мы едем, она мне говорит, что говорит, «Как ты думаешь, кто-нибудь придёт?» Вот. И я вам должен сказать, что вот это, это уже то, что вы здесь, это огромный подарок для нас, для Лены и для меня, конечно. Ну, и вообще для людей, которые помнят и Катю, и меня на сцене. Я думаю, что вы, те, кто видел нас, сейчас в какой-то мере тоже получаете удовольствие от того, что мы собрались здесь много людей, очень много лиц, которых я впервые сегодня вижу, вернее, видел, наверное. Но, знаете, проходило мимо, и по-настоящему больших друзей, таких, с которыми прожил, их очень мало осталось, удивительно мало. Одно, как всегда, как-то подкрепляет, пожалуй, моё представление о сегодняшнем дне. Вот огромное количество в этой книге, замечательная книга, прежде всего, хочу вам сказать, что я получаю большое удовольствие, когда я её перелистываю вновь и вновь. А своей, когда ещё была первая, я не получал такого удовольствия. Тоже было необычно, представляете, энциклопедии творческой личности. Кто это видел? Где это было? Вот пришло в голову, вот она вот такая была. Там было три буквы В, В, В с золотом. И, конечно же, и та, и вообще все книги, которые выходили, сборник стихов, которые, благодаря, кстати, человеку, который здесь вот тоже, вот Марина Панфиловича, если бы не она и не было бы этого сборника у нас. Эти сборники, они не предназначались для продажи. Я же не думал, понимаете. Ну, хорошо, вот я танцую, это моя профессия, я ставлю, люди приходят, это нормально, это естественно. Они платят деньги и требуют взамен действительно хорошего качества. Но что же я буду предлагать вот так вот в магазины или там та же Леночка, которую делали, то нет. Естественно, не для того, чтобы продать ее где-то. Это все были такие, знаете, подарки. Подарки от души. Ну, наконец, вот в этот раз уже подумаешь, а, собственно, почему нет? Почему люди, очень много людей, которые не знают многих сторон творческой личности. А вот энциклопедия, в ней продлистаешь, так и оказывается, кто такое Максимова? Что она представляла себе? Это соединение всех тех людей, которые в этой книге есть. Вот она как бы сфокусировала все то, что давали ей эти люди на протяжении всей ее жизни. И вот она теперь у нас даже, видите, сейчас стала и в продаже, что очень для меня, конечно, приятно. Что сказать, что я по-настоящему постоянно пишу и занимаюсь поэзией, было бы неправедливо, несправедливо, неверно. И это приходило, стихи приходили только тогда, когда мне было тяжело. Вот в те тяжелые моменты жизни, они рождались откуда-то, они приходили как бы извне. Мне оставалось только их записать и все. А потом оказалось, что их, в общем, довольно приличное количество. И более того, очень много из этих стихов, в общем, я сейчас мне не стыдно, я читаю вот так, и мне кажется, что да, в общем, неплохо это было. Это в отличие от прежних моих представлений о собственном творчестве. Например, когда я только-только начинал рисовать, потом прошли годы, и когда я увидел какие-то листочки рисунков, думаю, о, какой молодец, неужели это я делал, да? А потом это значит, что вот дилетант, это глаза дилетанта, я и это могу. А со временем, сейчас, например же, на все те, их огромное количество уже было, 21 выставка уже была в разных городах. И вот будет сейчас опять в Петербурге 24 числа, и очередная, а уже здесь предстоят, а может быть тебе будет осенью и у нас здесь, либо в Манеже, либо где-то еще только что было, в Бахрушинском музее. И, короче говоря, сейчас у меня абсолютно другое отношение к самому себе. Я сейчас точно так же, как и в моей профессии, профессии танцовщика, когда я получаю удовольствие безумное совершенно, мне так нравится процесс самый. И когда же наступает действительно уже, когда результат выходит на всенародное, так сказать, обсуждение, я смотрю и думаю, господи, опять не получилось. И каждый раз вот это вот и опять не то. А мог бы гораздо лучше. То же самое теперь происходит и со стихами. Вот я теперь вроде бы так иногда, когда бывает что-то плохо пишу, думаю, нет, все-таки вот здесь не доработка, и там не доработка, и это. Но все-таки что-то остается действительно ценно, я думаю, для будущих поколений. А вот то, к чему я сейчас, почему я начал, убедился в том, что есть и негативная сторона вот сегодняшнего нашего бытия. Знаете, в чем заключается? Вот я смотрю на вас, здесь огромное количество ее учениц и так далее. Вот здесь кто-нибудь есть из учениц Максимовой? Ни одной. И это опять. Ну вот мне сейчас Елена Васильевна говорит, что кремлевский балет должен быть, потому что кремлевский балет был у Катюши последним, последним пристанищем, последней ее, последней любовью, если хотите. Для нее всегда все ученицы, они были самые-самые дорогие. Может быть, еще усугублялось тем, что собственных детей у нас не было, и поэтому каждая из ее учениц, она была ей дорога. Но вот сейчас они, оказывается, у них там спектакль и все. Но это как правило. Это вот это закон, закономерность. Я вспоминаю свои встречи и в Большом театре, и на телевидении и так далее. Аудитория полна, огромное количество людей и все. Но именно тех людей, с которыми ты работал, которым ты отдал сердце и душу, увы, а каждый из них занят в это время своим каким-то делом и так далее. Но это так, я не в обиду, там будет сказано, как говорят. И вот сейчас вот Леночка опять готовит энциклопедию творческой личности мою, но которая, конечно, будет уже, вот она и сказала, я говорю, в два раза будет толще. Нет, она будет в три раза толще. Чем это, с чем это связано? Ну, во-первых, связано действительно это с тем, что больший круг людей прошел через мою жизнь, нежели через Катину. Почему? Другие совершенно, разные ипостаси они были. Вот художники, композиторы, хореографы, те, с которыми я в другой ипостаси выступал. Понимаете? Это другой как-то объем, что ли, того, что я сделал. Я когда сейчас вот думаю о том, что было сделано уже после ухода Кате из жизни, и оказалось, что сделано сейчас уже в два раза больше того, что я делал при ее жизни. Почему? Да потому что я так, это не потому, что мне сказали, вот я всем говорю, когда будет вам очень и очень плохо, когда невыносимо будет само существование в жизни, займитесь чем-нибудь, все равно чем. Займитесь творчеством. И я уверяю вас, что тогда вы перешагнете, переступите этот порог мрака, бездны и полного упадка. То есть вы даете себе этим жизнь. Вот для меня творчество во всех его проявлениях, и в живописи, и в поэзии, и в прозе, и в театре, и в драматическом, и в кино. Вы знаете, для меня это время, когда я забываю обо всем, кроме того, чем я занимаюсь, и что я делаю. И в этом смысле, конечно, я понимаю, что это не посильная задача теперь у них лежит. Я вообще не понимаю, как можно было. Было два человека, когда они делали вот эту самую первую книгу, мою энциклопедию творческих личностей. Каким образом? Я ведь знаю, как делаются вообще энциклопедии. Вот посмотрите, сколько у нас сейчас энциклопедии большого тяжества? Сколько она у нас лет? Больше 10 лет она делается. Сколько человек там участвует, принимает участие? Думаю, да нет, 20 это, я думаю, там человек 100, наверное, да? Каждый просто привносит. Каким образом могут два человека взять и все, докопаться, вообще везде и все, оставить какие-то свои точки. Выскользовательные знаки, вопросительные и так далее. А потом вдруг все это вынести, вот так, и вынести на наш суд с вами. Это, задача просто феноменальная. Поэтому я так благодарен вам и Володе, вот мужу, Леночке. Во-первых, это можно делать, конечно, только тогда, когда есть необыкновенное дружеское общение, когда ты растворяешься в другом. В данном случае с Леночкой мы с ее, собственно, юных лет уже знакомы и так по всей жизни мы проходим рядом. Вот сидит за мной, вот здесь, вот Моника у нас, вот Хаба, она, это человечек потрясающий совершенно, удивительный концертмейстер у нас был в Большом театре, и сколько было новых у нас и спектаклей, и гастролей. Каждый раз, потом проходило время, а я опять все время к ней возвращаюсь, потому что вот Моника Хаба это часть того успеха, который выпал на мою долю и на долю Катину. Вот без нее, возможно, и не было бы такого успеха. Поэтому спасибо тебе, Моника. Я смотрю, здесь есть люди, вот у меня впереди сидят, вот у нас Элиза сидит, это, как вам сказать, это люди, посвятившие свою жизнь своей пристрастии балету, не просто балету, а именно Кате и мне. И если поначалу у нас, спасибо большое, спасибо большое тем людям, которых я уже, слава тебе, Господи, вы и выросли, и расцвели, и теперь продолжаете расцветать уже. Все перед моими глазами. Это десятилетие. Очень много людей здесь, которые, конечно же, наверное, и сами изменились, но дали нам очень многое. Ведь как приятно, когда тебе человек улыбается и говорит, что ты замечательный, ты самый лучший. понимаете, как бы ты не относился сам к собственному творчеству и так далее, а приятно, приятно слышать эти слова. Вот. И поэтому вот стоит еще у нас здесь, вот, пожалуйста, это муж жарует там. Кость, это, простите, я сейчас, это люди, люди, которых я обожаю. Я очень, многих людей, которые находятся здесь, я очень и очень люблю тех, которых действительно видел, знаю и жил долгое время с вами. Но огромное количество, оказывается, есть людей, которые я, я сейчас, я впервые вижу ваши глаза, и я вижу в них интерес, и для меня это тоже подарок. Так что, спасибо вам большое. Я постараюсь все-таки как-то ответить именно своим творчеством. Я думаю, что дай бог, дай бог, чтобы я смог долгое время все-таки ходить, показывать, рассказывать и давать что-то опять новенькое для тех людей, которые меня любят, а для тех, кто меня вообще не знал, чтобы это было открытием. Поэтому, кстати, только-только вчера вот еще тоже посоветовал, чего вы желаете, молодой человек, который получил диплом с отыщей. Я говорю, я желаю только одного, постоянно удивлять, постоянно удивлять людей, которые бы говорили так, ой, я даже не представлял, что вы можете сделать такое. Это главная задача, мне кажется, любого творческого человека. Удивлять даже людей, которые тебя очень близко знают. Дай бог, чтобы со всеми нами присутствующими здесь до конца наших дней совершались вот такие чудеса. Когда мы приходили, а вы, оказывается, пишете стихи. Боже, ой, как хорошо, вырисуй, а ой, как замечательно. Это открытие, откровение, это стоит действительно самого и самого дорогого. я не знаю, ведь о своей жизни смешно сейчас говорить, то есть не смешно, простите, вот опять, не те слова лезут какие-то в голову, но просто, ну, наверное, не тот случай. Все время линии жизни говорят, когда, когда, когда вы сделали линии жизни? Не знаю, мне так нравится эта передача, я смотрю ее с таким удовольствием, и так, так, так хорошо разговаривают люди, которые я тоже не предполагал, что они могут это делать то или иное. И вот эти открытия тоже были, а сам стал чуть-чуть даже бояться. А, собственно, о чем? Ведь нам все время кажется, что мы ничего не сделали. Мне все время кажется, что ничего не сделал еще, что все только впереди. Оказывается, если перечислять вот эти книги, они нам расставляют вот эти точки, они нам показывают, а что же мы действительно сделали, за свою жизнь. И поэтому дай Бог всем нам до конца быть сильными, добрыми, милыми, красивыми, любимыми и делать действительно чудеса. Простите, согласен, ответите, Леночка, думаю, тоже на любые ваши вопросы, а просто не знаю даже, о чем говорить. Потому что говорить можно бесконечно. Простите за слово Болгудия. Пожалуйста. Дорогие друзья, сейчас готовьте ваши вопросы. А я, во-первых, хотела сказать, Владимир Викторович, для любых ваших экспериментов, для любых встреч с друзьями, с читателями, наш магазин всегда открыт, мы счастливы, мы сегодня действительно переживаем просто волшебный вечер. И прежде чем вот сейчас перейдем к вопросам, я все-таки мы много говорили сегодня о самых гранях разных вашего таланта, я бы хотела прочитать строки Ирины Александровны Антоновой, которая написала вот здесь на этом альбоме акварелей. Вся страна и весь мир знает его как гения танца, как великого танцовщика 20-го столетия, одного из гигантов российского искусства. Но может быть далеко не все знают, что как это часто бывает, одаренные люди обладают не одним талантом, а несколькими и проверяют себя творчески во многих областях. Владимир Васильев художник, настоящий художник, заметьте, это говорит искусствовед такого ранга, он владеет тем, что мы называем вторым призванием или скрипкой Энгра, то есть когда человек одного творческого направления успешно действует и в каком-то другом. Вот так что те, кто еще не видел эти альбомы, вы познакомитесь с потрясающими акварелями и рисунками Владимира Викторовича. Ну а теперь ждем ваших вопросов. Есть они? Может быть, кто-то просто хочет сказать что-то Владимир Викторовичу. Пожалуйста. Владимир Викторович, у вас много наград. Скажите, пожалуйста, какая из них самая памятная? И второй вопрос. Вот по поводу Ленинской премии. Вот вы, молодой 30-летний мужчина, удостоились такой премии. Как вы его восприняли? Спасибо. Включен, все в порядке. Первая награда думаю, что, наверное, все-таки самая дорогая была заслуженная артист. Но знаете почему? Не потому, что это действительно. Заслуженных артистов было много, огромное количество. И я стал одним из этих артистов. Она была первая. Вообще, все, что первое мы в нашей жизни получаем, оно самое-самое дорогое. Поэтому для большинства людей самая дорогая мама всегда. Для очень многих людей самое дорогое место, где мы живем, это первая квартира. Когда очень многие люди, мы тоже в том числе, и мои ученики, не ученики, а мои сокурсники, когда переезжали в отдельную квартиру, не думали о метраже, она была одна, единственная, и не было никого, соседей, она была безумно дорога. Когда мы с Катей из нашей семиметровой комнаты переехали в другую комнату, мы были счастливы необыкновенно. Но самое большое счастье пришло к нам тогда, когда мы получили на Малой Грузинской отдельную квартиру. Вот это, а потом было, после этого еще было две квартиры, и каждая из них была гораздо больше. Не было такого уже ощущения радости, какое было тогда от этой первой квартиры, когда мы приехали туда, мама Катя, Катя и я. Это была квартира, трехкомнатная квартира, 38 квадратных метров. У Татьяны Густавовны, мамы Катя, была комнатка, она была, сейчас я скажу, да, там было шесть с половиной метров. Для того, чтобы она спала, мы так поставили, приходилось открывать дверь, потому что иначе было не раздвинуть ее. Самый дорогой это первый костюм, который у меня появился. Потому что когда мы поехали первый раз в Америку, это был 59-й год, с Большим театром, то у меня не было костюма, в котором было бы можно появиться. Я его взял у двоюродного брата своего. Он мне дал свой костюм. И вот тогда, когда я купил свой костюм, это тоже было самое дорогое. Самое вкусное, наверное, вот здесь другое совершенно, вот думал то же самое. Да нет, ничего подобного. Оказывается, самое вкусное все равно, то, что ел каждый день. Картошка, она такая осталась для меня, самой вкусной. И с подсолнечным маслицем, да, нерафинированным. Но потом, слава тебе, Господи, Бог все-таки дал мне возможность любить все из еды. Поэтому здесь сказать, что вот это самое-самое-самое вкусное для меня это или то, или то, не могу. Мне нравится все. Любая еда абсолютно. Потому что я просто всегда очень любил поесть. Но, ведь, наверное, вы, если помните, после войны, первое яблоко большое я получил после войны. Такое огромное, алматинское. И его тоже пополам, не я даже, а просто мама свою половину, она отрезала и вот мне оставила на второй день. Понимаете, и я вспоминаю этот замечательный совершенно рассказ у Гаврилина, Валера, как раз о яблоке. Когда после войны пришел солдат и дал ему яблоко, принес к войне. И он, когда первый раз увидел это яблоко, и оно так вкусно пахло у него. И ему вот так захотелось это есть, а потом он выбежал на улицу и стал предлагать каждому попробовать. Не сам съел быстро, а вот попробуйте, вот это вот лучший показатель того, как мы любим делиться всегда радостью. Ведь посмотрите, в горе человека всегда одинок, он как-то старается, что это такое? Из-за этого мы очень не любим вечно таких, знаете, гремочных людей, которые постоянно нудят, что они не здоровы, а другие люди маленькой радостью прочитали книгу. Вот этот замечательный магазин, в котором, слава тебе Господи, если бы не это, вот наша презентация, я бы, наверное, еще долгое время не знал, что существует этот магазин. Хотя обожал совершенные книги, и обожаю, и сейчас тоже. И вот в этом, посмотрите, какая радость. А вот когда мы читали что-то, я помню, и Щелыкова тоже самое, в котором тоже было огромное количество друзей, каждое произведение новое, которое появлялось у нас, мы всегда обсуждали, хочется поделиться, а вы читали, а вы читали, а вы читали, мне прочли, боже мой, обязательно, потому что это потрясающе совершенно. Пильм посмотрели какой-то хороший. Прежде всего, старайтесь, чтобы тоже посмотрели другие. Да? И это же происходит с нами постоянно, даже когда мы, вот, дачу, я помню, мы строили, строили, там, семь лет я мучился в Сенгерях, это было очень давно, и нужно было ездить с утра до класса еще нашего, который был каждый день у нас в театре, обязаны мы были, но я еще успевал вдох туда, достать это, достать это, и вот мы делали и делали, потом, у меня, кстати, Родион Щедрин и Майя, они пришли, они были соседи наши, поэтому, и у меня был вырод, такой вот, котлован там, говорит, Володь, ты думаешь, ты это построишь когда-нибудь? это дом Волка, это дом Волка, казалось, большая траншея, но, я говорю, а зачем тебе это? Я говорю, это за тем, что у меня будут обязательно приходить все мои друзья, поэтому, когда что-то появляется у нас в доме, хорошая, хочется поделиться этим, понимаете, но мне-то хочется, конечно, поделиться с вами всем тем хорошим, что у меня было, но его такое количество оказывается, что это невозможно просто сделать. Вот для меня уже счастье то, что я делюсь сейчас с вами своими радостными. И ничего в голову плохого, плохих людей у меня даже не возникает сейчас в голове. Что это такое? Абсолютно, мне кажется, это нормальное явление, это нормальный иммунитет. Мы плохое, к счастью, забываем. о хорошем хотим поделиться. Вот я с вами и делюсь. Пожалуйста, передайте. Стоп, еще не ответил, меня напомнило, сейчас, Леночка, простите, Полинской премии. Ну, что вам сказать? Все премии, которые были, их огромное количество у меня. Нет, все-таки ни одна из этих премий не доставляла такого удовольствия, как первое, вот это вот заслуженный артист. А вместе с тем, наверное, многие уже даже знают это, что такое народный артист. Народный артист, РССР, а потом СССР, это, знаете, какая величина? Я помню, когда я ехал в машине, а тогда другое же было отношение у нас с гаишниками, да? Они все останавливали, вы что нарушаете? Вы почему? Вы из Большого театра? А, ну, из Большого театра, да. Вот меня один раз также на шоссе остановил один гаишник. Так, 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 Васильев Владимир Викторович, ну, это, это, это вы Спартакт? Я говорю, это я, Спартакт. У-у-у, народный артист СССР. Я думал, вы давно заслуженный. Симпатичные такие вещи происходят. Ну, вот поэтому, ну да, ну был, знаете, наверное так, опять зависит от того, во-первых, лауреат Ленинской премии, если бы я один его получил, ох, наверное, я бы тогда сгордился, и все, получила группа людей за действительно потрясающий спектакль, за действительно, ну, необыкновенный совершенно, я до сих пор это испытываю на себе, потому что хочу этого или не хочу, но мое имя, все равно, оно связывается у всех, всегда ассоциируется с Спартаком. Спартак помню, помню, бабушка водила меня, помню, мама, я был маленький, слава тебе, Господи, что не про бабушку. Но, но, это вот такое есть, да, так что вот, ответил. Но, второе, это приятно, это очень приятно. Я, например, очень гордился, а сейчас все больше горжусь тем, что являюсь лауреатом Нобелевской, нашей, Нобелевской, Людвига Нобелевской премии. Понимаете? Вот это мне так приятно. И я как-то все время молчал, неудобно вроде, да, я говорю, лауреат Нобелевской премии, все же думают, а, вот там Нобелевская, вот, одна, одна. Ничего подобного. Я так хочу, чтобы, наконец, эта премия у нас стала такой же значимой, как для всего мира и та первая премия Нобелевская, потому что уж очень люди там, весомые, получившие эту премию, и этим я горжусь. Все, простите, дальше. Владимир Викторович, я хотел вас спросить, был ли когда-нибудь заснят первый акт с Жизели, вот, сцена сумасшествия Жизели с Екатериной Сергеевной. Вот, я в интернете видел второй акт, вот, вы, по-моему, во Франции снимали такое впечатление, а первый был ли заснят вообще, вот, хотя бы вот эти кусочки. И, может быть, в каком-то фильме это и есть документальном, видеозапись, вот, мне подсказывают, что есть. Я вообще не смотрю свои записи. А когда их смотрю, с опаской все время так наблюдаю, потому что знаю, что когда проходят годы, та эстетика, которая была в то время, она иногда идет в противоречии с сегодняшней эстетикой. Поэтому не знаю, но, наверное, есть, наверное, есть и первый акт, вот, он есть где-то такой, но специально нет, не снимали. Вообще, снято было очень много таких документальных фильмов о Кате и обо мне, вот, когда приходили и снимали. Это не очень помню. Вот, зато, знаете, что интересно? Вот вы сейчас сказали, да, у меня полного спектакля не снимали. Более того, один раз с Алиси Алонсо это было, она отмечала, по-моему, 70-летний, что ли, юбилей, или, а, нет, 60, не помню, 60, а, 60. Позвонили мне, сказали, ой, слушайте, Владимир Владимирович, приезжайте, пожалуйста, здесь будет последний спектакль Алиси Алонсо. Она будет давать на Кубе, и она сказала, что я очень хочу станцевать Жизель, моя последняя, с Владимиром Васильевым, потому что он последний из тех, она пританциовала со всеми. Но вот я оказался неохваченный ее еще вниманием на сцене в парте Альберта. Поэтому я очень прошел, я говорю, что правда, она последняя, да, ну, да, поеду, да. В то время у меня мениск не давал мне покоя, я не мог ни спать, ни ходить, ходить с трудом, но нужно. Обязательно приезжайте, я приехал туда, и вот с этим больным своей больной ногой станцевал там один раз с Алисией Алонсо. Действительно собрался весь мир. Вся Америка съехалась, Австралия, все люди, потому что у нее имя все-таки было очень весомое в общем нашем искусстве мировом. И вот именно этот спектакль был снят. После этого спектакля, кстати, она мне говорила, ты потри, потри ножку-то, она пройдет у тебя, пройдет. Вот я тер-тер, так все, ну, станцевал. Посмотрел сейчас, ну, прилично, я не могу сказать, что меня это... Но все-таки прошло так много лет, а в общем, это было совсем неплохо. Но самое интересное, после этого сказал, потому что позвонили мне, мы должны были танцевать четыре спектакля Дон Кихот в театре Колонн в Аргентине сразу ехать после Куба. А мне врачи сказали, что все, завтра будет операция у нас на Кубе, потрясающие врачи, великолепные совершенно, они сразу сделают. импресарио звонит, плачет, говорит, что я не могу, все билеты проданы, все, как хотите, хоть на хостелях, но вы должны прийти и сказать уважаемому публику, вы уж извините, пожалуйста, но вот такое случилось. Вот я после этого приехал с трудом в Буэнос-Айрес и станцевал четыре спектакля Дон Кихот. И этот спектакль был снят. Вот два спектакля сняты с больного. Теперь когда? Прошло много лет. И мне, мои друзья из Италии, говорят, мы смотрели здесь твой спектакль Дон Кихот. Я думаю, боже мой, что же я там мог? Тогда после уже Буэнос-Айреса я приехал в Москву, на следующий же день мне сделали операцию здесь у нас в ЦИТО. И не понимали, каким образом это можно было танцевать, потому что все было расщеплено абсолютно. Все, все волоконцы просто уже непонятно, на одних мышцах держался. И боль была, к боли мы все с вами привыкаем. Поначалу это больно, потом ты узнаешь, что тебе будет больно, оказывается, не так, как ты думал. В общем, короче говоря, и вот этот спектакль, я думаю, боже, неужели это будет, зачем, зачем они сохранили этот фильм? Посмотрел прилично. вот я к тому, что эстетика наша, она все-таки чаще всего у большинства людей, у большинства очень больших актеров, большинства артистов. Она их подводит в документализм, потому что то представление, которое существовало у нас, которое ходило в легендах, в рассказах очевидцев, потом ты смотришь сам, через много лет иду, и начинаешь иногда даже смеяться, но неужели это могло поражать? И вот я очень рад, что вот герой вот этой энциклопедии, я и сейчас, когда смотрю до сих пор Катю на кино, те же кадры, которые были сделаны 50-60 лет тому назад даже, понимаете, она и до сих пор сегодня все-таки поражает сегодня и красотой, и точностью, и выразительностью, и это, это мало таких людей, я вам должен сказать, очень мало. Так что это тоже спасибо большое, что появилось это книжное. Спасибо, Леон. Владимир Васильевич, я только... Часто, но не страшно, я понимаю. Извините, пожалуйста. Здесь вот говорили, что как, если достанут билет на то, театр, на ваше представление, то человек, так сказать, поставит, ну, самый лучший ответ. Хорошо. В общем, мне повезло в жизни, как говорят, я вот скажу, ну, сегодня, может быть, мне повезло второй раз именно с вами встретиться. Первый раз мне повезло, совершенно случайно, я был на вашем спектакле, 200-й юбилей был Большого театра, который давал Спартака. И в нем вы танцевали вместе с Лиепа. Но кто из нас, из пацанов, не зачитывался Спартаком? И вдруг ты на сцене, я вижу настоящего живого Спартака. И предатель, как говорится, извините, вот танцует Мариус Лиепа. Это было такое представление, это такая была сила двух этих артистов, что мы даже ну, как-то ревнали, что Васильев лучше, а вот он наш лучше. И вот до сих пор мои ассоциации Спартак, это вы. Ну, так уже, ну, так уж мне, как говорится, довелось. Поскольку вы так танцевали вместе с Мариусом Лиепа, такие были, ну, конкуренты, что ли вы в этом, расскажите о ваших отношениях с ним. Большое спасибо. Значит, хочу вам сказать, что это счастье великое, когда у тебя партнер по сцене, человек, которым ты ставишь оценку выше самого себя. То есть, когда ты видишь перед собой, танцуешь ли ты с балериной, или танцуешь ли ты, вот как у нас два героя в этом спектакле, да, противоборствующих, когда ты видишь, что это настолько убедительно, настолько значительно, прекрасно просто в своем выражении, то вот это тот редкий случай, когда ты получаешь удовольствие не просто от того, что у тебя что-то такое вышло, а когда ты видишь по-настоящему потрясающего артиста на сцене рядом с собой. у Лиепа, ну вот да, так получилось, да, ведь вы знаете, да, что Морис до этого был Спартаком, он танцевал, и он думал, что он будет Спартаком и в этом спектакле, но вот так получилось, что вот Григорович увидел совершенно, я думаю, что он понимал, что надо делать что-то совершенно иное, потому что до этого уже было две версии Спартака, и в этих двух версиях это был и Кобсон в Петербурге, тогда в Ленинграде, и был еще Моисеев Игорь Александрович, который представляет, но они все шли собственно от именно внешнего вида этого колосса, он был, там был Макаров, здесь у нас были братья-бегаки, каждый из них был под два метра, и естественно совершенно я никак не предполагал, что буду вот Спартаком, но вот так получилось из-за того, что мы в то время мы дышали в унисон, мы жили в унисон, мы верили в друг друга абсолютно стопроцентно, понимаете, и для, так же, как для меня, Григорьевич, думаю, что я для него был то же самое, тем человеком, который смог бы сделать то, что ему казалось, должно быть на сцене, и вот так оно и получилось, и я скажу, я это говорил и при жизни, Мариса, и давным-давно, что у меня первые мои три года, пока я танцевал, потому что каждый раз все-таки я думаю, что я взрослел как-то с этой ролью, она у меня не оставалась все время, раз она всегда закончена, до конца, до конца я все время старался прибавить что-то, еще плюс к тому, что уже было сделано ранее, и вот каждый раз я думал, да, этот лучше уже, спектакль, это лучше все, а мне казалось, что у него, вот у него роль была сделана, просто феноменальна, совершенно, и поэтому это счастье большое было, но я вам тоже сказать, что не только ведь это, вот тоже так получилось, понимаете, потому что это легло на него, абсолютно, он был очень сложный человек, иногда отвратительный, неприятный, понимаете, но талантище огромное совершенно, и уж на сцене никогда, когда уж мы выходили на сцену, никогда не возникало иного какого-то отношения к нему, а какой он был тот же Альберт в Жизеле, прекрасный совершенно, я не говорю о том времени, когда он еще не был в Большом театре, а был в Театре Станиславского, помните его Конрад в Корсаре, Боже мой, это было просто упоение, я помню, когда он заканчивал в училище, он был года на три, по-моему, старше меня, и когда он выпускался, мы смотрели, думаем, вот, вот, наконец-то у нас выходит, выпускается человек, абсолютно законченный мастер. Почему это редкость? Редкость тогда была, когда выходил уже человек, который ясно совершенно, что да, это будет премьер, это было вот Марис Лиеп, потому что были такие метаморфозы, я помню, когда заканчивал Фадеичев, от которого я тоже очень много взял, старался, вернее, не знаю, только воплотилось ли это, но я старался брать у каждого лучшее, и у Мариса тоже очень много и вообще лучшие педагоги мои, например, это были именно окружения, те люди, которые вокруг меня находились, это Владимиров, это Лавровский, это все люди, у которых я тоже учился, постоянно, и думаю, что большинство из людей вот в балете и те, у кого есть, конечно, голова на плечах, я думаю, что для них, для каждого важны, даже не собственный человек, с которым ты твой наставник, который тебя учит уму-разуму, это в школе все было хорошо, а в театре это все-таки люди, которые вокруг тебя, и вот Фадеевич в этом марафоне прошла такая, он выпускался, танцевал щелкунчиком, тоненькие ножки, удивительные руки, очень какой-то верх элегантный, свободный, такой, недаром его потом назвали самый красивый коммунист, или самый какой-то там, я помню, из коммунистов, когда он приехал в Англию, благородный, элитарный, откуда, что бралось, потрясающий, человек, у которого казалось, но просто, но, у которого подкашивались ножки, который держать мог только вот так вот казалось, вот сейчас вот если он оторвется, он может сам упасть, проходит год буквально, он приходит в Большой театр, год-два, и вдруг мы видим феноменального совершенно танцовщика, который держал так до конца то, что называется в партере, когда партер, мы же думаем, что те люди, кто не знает, я вам говорю это, поверьте мне, мы все думаем о том, что вот когда ты поднимаешь, когда ты там держишь, вот это сложно, очень сложно в партере, когда дама у тебя стоит на пальце, а ты как бы ничего не делаешь, ты не помогаешь, ты ей не стараешься, чтобы она свертва мог взрывать, вот у него это было, это от природы просто поразительно, и потом от природы пошла и эта элевация, вот это, это был тоже замечательный артист, можно о каждом из них говорить, конечно, очень много, хорошего, поэтому, вот, кстати, да нет, а то начну, сейчас уже не остановлюсь, все, поехали дальше. Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, как вы для себя сделали этот выбор танцевать, сколько вам было лет, и второй вопрос будет такой, поскольку мое детство и школьные годы тоже были связаны с балетом, я бы хотела спросить, вы танцуете во сне? Во сне танцуете? Во сне это мука, начну с конца, да, потому что во сне, как правило, да, снять, и до сих пор снится, снится, когда я выхожу на сцену, и публика ждет, сейчас выйдет действительно, вот герой нашего времени, я выхожу, и я ничего не помню, это страшно, я начинаю импровизировать, но вы не представляете, какое ужасное, это уродство, я что-то такое начинаю делать, и все не туда, и думаю, боже мой, вот, ну почему, зачем я вышел на сцену, это я должен продолжать, и вот я думаю, сейчас они, чтобы вот это и просыпаюсь, и каждый, вот если сны у меня не то, как я, у меня бывали сны, они думаю, у каждого из нас, когда, особенно начальник, знаете, оторвешь, вот есть два тура в воздухе, вот у меня просто природа была хорошая, мама с папой дали, боженька дал талант органики, я вам должен сказать, потому что говорят, что вас отличало от других, почему других нет, а я теперь знаю, что отличало, отличало органика, когда все собрано воедино, когда они танцуют отдельно, рука, палец, нога, голова, это, когда все, когда это, вот это легато, который переходит от одного слова к другому, они связаны между собой, и оно выражает фразу, фразу, которая является откликом того, что сидит в тебе самом, вот органика, это да, была, но вот мне снилось, например, когда физически, там, я иногда проспользую, думал, Господи, как это просто, потому что во сне я вдруг вставал, я делал маленькое домеплие, отрывался и делал совершенно спокойно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, это, как это просто, или, например, оно и до сих пор у меня бывает очень часто, я не знаю, было ли у кого-нибудь из вас, но, когда я понимаю, что я открыл, от чего они все добивались, Господи, гравитации нет, что это ерунда, надо просто очень умело распределить себя, вот лечь так в воздухе, что ты начинаешь задерживаться, а потом ты вздыхаешь и ты поднимаешься, и я поднимаюсь в нашем революционном зале выше, 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 и все стоят внизу и смотрят на меня удивленно, как-то так, а потом точно так же начинаю, а потом вдруг начинаю лететь, представляете, вот это то, что связано с движением, теперь, что еще, простите, вы сказали, а, когда я пришел, ну, я вам скажу, мне было 7 лет, когда я впервые случайно попал быстро, в двух словах, в Кирпский дом пионеров, и начал показывать, начала наш педагог Леонард Манна Рассе по вальсе, потом оставил меня со старшим заниматься, а буквально через там, через недели-две она сказала моей маме, что ему обязательно надо ходить, у него, у вашего сына талант, и потом прошло еще два года, потом я перешел уже в городской дом пионеров, и тогда именно она и сказала, отдайте его в Московское хореографическое училище при Большом театре, какое училище, никто не знал, что это такое, как, вот я попал потом туда, первый раз я увидел классических танцовщиков, это было, тоже, наверное, мне было около девяти лет, ой, то есть, прости, да, около девяти уже лет, когда в Большом театре было, у нас такой, смотр были, и я увидел, как было, может быть, кто-то из вас знает, кто вообще давно уже ходит в театр, была Богомолова, Людмила, и был Петр Андреанов, потрясающие совершенно были ребята, заканчивая, Петя Андреанов сидел года три, по-моему, в одном классе, это была, как раз, война, после войны, Васильсурский начинал, и все, но, было удивительно, у него было, обычно у людей, бывает так, либо слева у вас вращение хорошо, либо вправо, вот у меня, например, было всегда влево, а это редкость, когда был только Асаф Михайлович Массерер, и вот я знаю второго, Петр Андреанов, для которого было абсолютно одинаковое, что налево, что направо, поэтому очень легко было ставить им, на них ставить хореографом, и вот этот Петя Андреанов танцевал, они были на выпуске тогда, выпускались, и он делал антрашасисы, и заноски такие ногами, потом что-то вращался, и мне показалось это удивительным, такого не может быть, как это так, вперед и все, и вот я побежал сразу в своих сапогах, потому что я в этом спектакле тоже участвовал и танцевал русскому, и я прибежал к зеркалу и начал то же самое делать, конечно, ноги заплелись, конечно, я грохнулся, и все, но вот после этого я попал в Московское хореографическое училище, терпеть не мог в то время обучение вот классических героев, Зигфридов, Альбертов, считал, что это такая фальшивка, что так все это не по-настоящему, так все это вычурно, и так все это неправда, неправдиво, что всегда мне хотелось танцевать только характер, или острый характер райтанца, и не предполагал, что потом все-таки как-то жизнь, судьба меня вот заставит относиться несколько иначе к своим героям, но обожал народные танцы, и поэтому думаю, что очень то, что я ставить хотел заниматься именно как хореограф, с самого начала, вот там уже в школе я очень хотел этого, а потом не позволял просто репертуар, но мне очень помогло именно то, что я обожал танцы народов всего мира, потому что именно они, как раз эти танцы, дают возможность быть человеку разнообразным, и по-настоящему выражать то, ту эмоциональную, эмоциональность свою, которая вот есть немногих танцовщиков. А вы знаете, как вот меня вот Рязанов меня научил говорить, Володя, вы когда будете говорить вот так вот, представьте подбородку, и все в порядке, и куда бы вы ни поворачивали, все равно будет. за что ему и спасибо большое, Эльдар Александрович. Владимир Евгеньевич, меня зовут Елена, вот, ну, немножко про балет, у меня микро-микро история про себя есть. Когда я была маленькой, лет в пять, меня по блату, по большому блату определили в балетную школу, бабушка заведовала терапией в физкультурном диспансере, вот, есть такой на Курском, вы знаете, ну, пять в четыре года, ну, я заболела, заболела, и как бы не получилось, пришлось учить иностранные языки потом. Вот, ну, это так, краткая история. Вот, да, мой вопрос, мы находимся в книжном магазине, и в магазине хотелось бы узнать ваших любимых авторов, кого вы читаете, кого вы любите, из зарубежной, из нашей литературы. Вот, что-то я еще, я немножко теряюсь. Понял, все, книги, прежде всего, да? И я хотела еще попросить, если вам не сложно, прочитайте свое любимое стихотворение. Вот, спасибо. Что касается книг, любовь к книгам, конечно же, началась у меня с мамы. Вот, мама, с тех пор, как она мне читала сказки Пушкина, наверное, многим это также читали, их отцы, матери и так далее. Вот, с тех пор, я научился рано читать, потому что по вывескам, когда ходил с мамой в детский сад, она все время говорит, вот, смотри, что это такое, вот, это написано мясо. А вот, видишь, буковка вот этого? М, мя, со. Вот это. И так далее. По всем вывескам, вплоть до таких, знаете, кондитерской и так далее. Короче говоря, там в шесть лет, конечно, я уже читал. Первые мои книги, когда я начал ходить в школу, я, дома было очень мало книг, очень мало. Буквально, не знаю, ну, книг десять всего. Я стал на те копеечки, которые давала мне мама там на бутерброды, я стал покупать книги. Конечно же, вот у нас это, букинистических, не было таких больших, у нас рядом, но ларьков было полно. Первый свой четырехтомник, я помню, «Войны и мира», я его начал читать, по-моему, сейчас я вам скажу, мне было, наверное, лет девять. Вот. Французский текст, естественно, пропускал, потому что не понимал ничего. Я его купил за сорок копеек. Десять копеек каждый томик стоил. До сих пор они у моей сестры, родной моей сестры Галли, так они остались, эти томики. И потом вот так вот все время только тратил на книги. Книга была для меня самым дорогим моим приобретением. Потому что это было возможно все-таки. И на мне только один грех, когда я действительно утаил, вот без спроса. Это я взял волшебные сказки Перо в библиотеке. Вот ли знает, вот у нас в библиотеках сидит. Вот. Но в библиотеке, это я их взял, мне так понравились рисунки Доре, и так с таким удовольствием я их читал. Я ее кла... Она вся была уже обшарпана, у нее замуслены, все были страницы жиром, некоторые были разрезаны. В общем, кошмар был. Самая дорогая книга у меня была. И мне было, когда нужно было приносить ее обратно, я не смог. Я пришел и сказал, что я ее потерял. Я ее... Вот до сих пор, по-моему, она тоже там жива. Понимаете? Так что книга, книга, это самое дорогое из того, что у меня когда-то было. Насчет авторов. Конечно же, каждый... Я даже не могу вам сказать, когда говорят, а кто уж любимый? Не могу. Да потому что их, ну, имен 20, наверное, можно сказать. Меня поражает в связи с этим наши конкурсы, когда нас говорят, вот у нас новые совершенно... Давайте все такое у нас референдо дать, проголосуем. Кто самый великий для вас полководец? Думаю, какая-то чушь собачья. Ну, да, в одно время один, в другое время второй, в третьем время третье, так, с книгами и с авторами происходит примерно такая история. Другое дело, что из этого огромного, из сотен имен, которые прочитаны были, конечно же, остаются, которых хочется опять перечесть. Ну, да, ну, наверное, там десятка-два вот наберется, я их и читаю. Но в каждое время это по-разному это было. Понимаете, было время, когда для меня вообще лучше Дюма не было никого, а потом наступило лучше, я не знаю, там лучше, Достоевского не было никого. А, Лев Толстой, Господи, а Чехов, ну что, и вот любого сейчас, можете сказать, и каждое время были свои пристрастия. Настоящие настольные книги, которые говорят, вот какая ваша настольная книга, в одних, раньше это было просто, большинство говорило просто, Библия, 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 Библия. Нет, не могу этого сказать, потому что иногда возвращаясь, не могу пока вот похвастаться тем, что для меня это действительно самое-самое-самое дорогое. Со временем, возможно, когда я помудрею, может быть, это и произойдет. Но очень-очень большое количество. Ну, конечно, я уж не говорю о наших писателях, но их правда огромное количество. И ведь не скажи, кто-то скажет, ну вот, видите, а вот это вот он и не сказал, а ведь он-то гораздо лучше. И будете правы, потому что великая, великая вещь литература это это то, что, я не знаю, то, чем мы держимся, по-моему, и до сегодняшнего дня. Ну, что еще? Что еще можно сказать вам? Стихотворение. А, стихотворение. А дайте, чтобы, у меня есть одно свойство, вы знаете, я свои стихи не помню. Да, потому что они и так, вот они, очевидно, я их не вымучиваю, они так рождаются, и так же и проходят быстро. Сейчас вот возьму и сейчас прочту. Сейчас. Маленькая пауза. Давайте так. Ну, что я открою? Вот такие, значит, вот просто то, что я открыл. Страница 25. Ах, как мы любим замечать в других, чего в себе не замечаем. Клеймить и осуждать за чаем или бутылкой водки, взятой на троих всех поголовных, как бы ни взначай себя стремясь отметить, блеснуть насмешливым умом, молчанием шутку, шутку встретить и делать вид загадочный, при том, что в этом жалком свете лишь мы одни честны. И этим себя желаем отделить от общей ссоры. А на завтра мы так же будем водку пить с другими и других винить в своих грехах, себя хвалить, острить, злословить хором и снова время убивать за пьяным разговором. Это было написано лет, наверное, 20 назад в Петербурге, как сейчас, помню, после одного из вот этих самых собраний, когда пили, когда говорили и когда каждый, мне казалось, хочет блеснуть насмешливым умом и когда у кого-то это удавалось очень хорошо, то кто-то поджимал губы, что не так уж это и остроумно и так далее. Они все просто взяты из жизни, понимаете? А, сейчас скажу. Было, когда есть очень много таких коротеньких, которые были написаны противовес тому, что было. Я помню, когда огромное количество друзей было у меня и потом настал момент, когда стали клеймить одно время и это плохо, и то, и то, и то, и то, и то, и то. И большинство из этого, как нам казалось, и, наверное, каждому кажется неправда. Это неправда то, что говорят люди. Вот я написал такое. Я знаю, что бы я ни делал и как бы не было кому-то хорошо, не будет злоязычие пределы, что было радостью, то с горечью пришло. Сейчас, вот сейчас я вам, давайте, знаете, что сейчас такое вот это. А, вот этот вот кусочек, да, такой. У меня было перед тем, как я стал директором Большого театра, это было, значит, в 95-м году, поверьте, и не собирался, и не думал, и не хотел никогда. Было время такое, когда просто заставили, заставили как? Завали к совести, что нужно спасать Большой театр, что вот так, и, короче говоря, вот, знаете, а у меня все время раздумья, и это плохо, и это, и это, я это мне зачем, и это не нужно. И понимал, что, в общем, хорошего мало, но нужно было. Вот у меня было, тогда я написал вот это. Я давно топчусь на перепуте множества дорог, ведущих в да и нет. Мне бы сделать хоть шажок из жути прошумевших, но не высказанных лет. Мне бы найти согласие в единстве чувства, разума, желаний и надежды. Мне бы вырваться на сантиметр из мути, лжи, обманыв умниц и вештых. Мне бы в раз решиться хоть на что-то и шагнуть куда-то по прямой. Мне бы жить, начать опять по нотам и словам, давно забытым мной. Мне бы, наконец, собрать все воедино, что так быстро и неумно расплескал. Мне бы разрешить свой поединок между тем, что есть и что искал. Но уж так распорядилось время. Чем я дольше раскрытого окна, тем труднее отыскать местремя, ждущего с надеждой скакуна. После этого я стал директором и первое стихотворение, написанное в кабинете директора, было такое. Я в седле и ноги в стременах и передо мной открытая дорога, прожитую жизнь оставил у порога, а новая втридорога. и я плачу сполна. Спасибо. Это стихотворение, знаете, начало, когда у меня было 60-60 лет, отмечали мы в Большом театре. И я думаю, как-то надо начать сразу, все-таки 60 лет прожито, и как-то начать этот мой творческий такой концерт юбилейный. И тогда вот это стихотворение я и там и прочитал первый раз. Я рад тому, что я живу, что светит солнце яркое, что ночь сменяет синеву, что и во сне, и наяву мне смерть пока не каркает. Я рад огню, жаре, теплу, я рад морозу крепкому, я счастлив, когда по стеклу стучится ветер ветками. Я шуму рад и тишине, толпе и одиночеству. Я рад всему, что есть вокруг меня. О, нет, стоп, простите. Я рад толпе и одиночеству, когда зовут по имени или зовут по отчеству. Я рад всему, что есть вокруг меня и что я чувствую. Никто не враг мне, а я друг вам всем, во всех присутствую. Я к бесконечности плыву. А где она? Кто ведает? Я рад, что я еще живу, что все живые на плаву, и все течет как следует. А вот то, что... И последнее, сейчас больше не буду. Значит, когда после 2000 года наступало новое наше тысячелетие. Мы первый раз в Большом театре тогда отметили вот эту вот встречу Нового года, которой я очень тоже горжусь. Это сложное было дело. Но оно прошло у нас, и я думал, что дальнейшие наши все годы мы также будем каждый год отмечать в Большом театре. Не случилось. Вот тогда я подумал, что вообще надо сделать так, чтобы все-таки у Большого театра был собственный гимн, и когда мы уходили в 2000 году, я думал, что мы будем начинать каждый наш новый сезон новым. Балетом ли, оперой, но это будет обязательно новое. И, конечно же, мне казалось, что весь хор и оркестр, и все должны принимать участие в этом первом вечере каждого сезона. Мне уже это представлялось. Я видел, как это нужно было сделать какой-то... Нужно было гимн написать. Я написал гимн. Более того, была написана музыка. Не мной, к счастью, а очень хорошим нашим композитором. Ну вот я прочту просто вам. Гимн Большого театра. Надеюсь, что вдруг кому-нибудь теперь придет в голову, и они все-таки это сделают. Слава поющим, играющим славы, слава танцующим, слава ушедшим, слава живущим, животворящим. Слава тебе, наш театр большой. Ты – наша жизнь, наша радость и горести. Здесь наша сцена, наш истинный дом, храм, исцеляющий собственной совестью каждого, кто растворяется в нем. Глория, глория, глория миру, глория вечной любви, парафраз, глория неповторимому пиру дивных искусств, возвышающих нас. Так что, может быть, это и прозвучит, когда будет вся сцена Большого театра. Подождите одну минуточку, у нас давно есть вопрос на записочке. Вопрос, простите, извините. И давайте с места мы не будем кричать, я вас вижу, я вам передам. Расскажите, пожалуйста, о фильме «Опере Травиата» в вашей работе с легендарным Зефирелем. Но те, кто видел Травиату, наверняка все-таки запомнили этот замечательный эпизод на балу в Флоре, когда мы с Катюшей там танцевали вот этот танец. Дело в том, что оперу Травиата мы, естественно, с детских лет знали. И я знал, что там у нас есть такой кусочек, в котором всегда такие не самые видные артисты, потому что в операх участвовали не самые-самые, а иногда и скрадобалет артисты. Вот, короче, там был вот этот самый танец. И когда нам позвонили, позвонила наша подруга большая из Англии, сказала, что вот так и так, Франко Дзефирелли сейчас ставит фильм Травиата. И там очень бы хотелось ему видеть самую лучшую пару в мире, которая может танцевать. Я ему сказал на этот пранк, какой ты дурак, что ты не знаешь, что у нас самая лучшая пара, это Максим и Васильев. И тогда он позвонил. Вы не отказываетесь, она говорит, обязательно. Смотрите, потому что это замечательно, режиссер, но Франко Дзефирелли знали тогда все. И когда позвонили из Чиничета, из киностудии римской, они сказали, что вот так и так, у нас здесь режиссер очень хотел бы видеть вас, перед этим я с Катей говорю, Катя, ну какой смысл вам, прости, пожалуйста, ехать вот из-за такой пятюльки, там всего-то 4 минуты идет весь танец. И что это время? И она мне тогда сказала, говорит, как ты не понимаешь, пусть даже одна минута, но когда ты имеешь дело с великим режиссером, с великим художником, нужно пользоваться этим, нужно брать этот момент. И вот тогда мы и поехали туда. И надо сказать, что мы подружились сразу, просто с первого взгляда, что называется, у нас объединила какая-то необыкновенная энергия, сила необыкновенная. И просто вот мы влюбились в творчество друг друга. С тех пор, потом прошло уже много лет, и все, я потом вместе с пранка ставил танцы в Аиде, не только танцы, а там еще и мизосцены, там было очень много. После этого была травиат уже и в Риме, и так далее. До сих пор, вот сейчас, дай бог ему, все-таки еще здоровья, но он очень плох. Это один из самых любимых наших режиссеров. человек, который обожает самое главное. Любит говорить правду всем, матушку, когда сейчас требует и то, и то, и то, и то, и то. И когда у не себя на родине, он не имеет даже такого, не знаю, пиетета, каким обладал Висконти, хотя он ученик Висконти. Вот. Он всюду говорит, да, я не стесняюсь, я люблю красоту, я хочу, чтобы красота была во всех творениях, которые будут в театре и в кино. И не важно, о чем они говорят. Но ищите это, это красивое, что есть. Поэтому герои всегда красивы, и поэтому всегда декорации его красивы. Поэтому всегда то, что дает повод, очень часто, особенно критикам, говорят, ах, это опять сладкое, опять сладкий Дзефирелли, опять, вот совсем не таков, он удивителен. Так вот, когда вот пришли, и он сказал, вот там уже поставлено, значит, там вы будете танцевать, один танец, мы пришли на репетицию, не буду называть имени хореографа, поставил, я после этого пришел, я пришел в ужас. Я говорю, Катя, ну что я тебе говорил, конечно, надо бежать отсюда, Надо поговорить с Франкой. Я говорю, Франка, я, знаете, наверное, просто не смогу. А что такое? Я говорю, ну я не могу, то что ты говоришь. А что такое? Вот там поставили то, что я считаю, что это не музыкально, это неинтересно. Говорят, слушай, о чем ты говоришь? Делай, что хочешь. На следующий день он пришел, я поставил вот то, что вы видели в кино. Но самое главное еще тоже, и вот после этого продолжалось каждое воскресенье, у нас понедельник и воскресенье, там почему-то ерунда была, но из-за того, что это был длительный такой период, он очень кропотливо вообще снимал. Быстро, но кропотливо. Одно место у меня было, но не выходит никак. Восемь дублей, по-моему, или девять у меня было, и все никак. Наконец, меня так пугали здесь, что, вы знаете, у них там совсем не так, как у нас. Там это стоит денег. Там надо сразу, с самого начала, все, что было. И вот я думаю, когда же сейчас, это ужасно. А я все проявляю, снимается одновременно пятью, шестью камерами. И вдруг, я ему говорю, Франко, когда мы закончим? Ну как, я не могу, я сейчас плохо. Дорогой мой, вот когда ты скажешь, что хватит, тогда мы и закончим. И вот это было такое количество, у меня дублей. Там одно местечко, оно не суть важное, но для нас было очень важно. самое большое удовольствие это было как раз в воскресенье, потому что Франко приглашал к себе. У него вилла его в Позитано, которая так называется, когда мы ее спрашивали, где такое. Тре виллы. Это его, его три домика у Франко, прямо в Позитано. Красивая, безумная совершенно. Каждый вот этот выходной он приглашал все, что вы думаете, кого? Он приглашал не героев главных, у него были статисты, у него было огромное количество всегда. Причем каждый раз мы приезжали, я не понимал, что у него продолжается этот приток уже, такой, знаете, гулянка на его вилле. А один раз я вас спросил, я говорю, Франко, неужели вам не надоели люди? Потому что я, например, я уставал от людей и устаю до сих пор. Поэтому езжаю всегда в Щелуково, там, где никого нет. Один сижу, там рисую, нужно какое-то время, чтобы прийти в себя, остаться наедине с собой и свой аккумулятор подзарядить творческий. Так вот, Франко сказал, что я не могу, я не могу без людей. Потому что он с самого начала всегда был одинок. И без людей он не мог находиться вообще никогда. Поэтому для меня это счастье. вот если не будет никого, да, тогда это будет катастрофа. И, конечно же, я, Париж, мы приезжали, Париж, я так и не видел этот фильм, мне просто говорили, что замечательно, Володя, потрясающий США. Ну да, да, там все хорошо, вам все, господи. Идем по Шан-Зелизе, травиаты, Франко-Зефирели, т-т-т-т-т-т-т-т-т-т, даже и наши имена пришли, и мы приходим в зал, темнота, зал полон людей, все сидят, молча смотрят, у кого-то там слезы замечательные совершенно. Это действительно красиво, безумно совершенно. Вдруг начинается наш номер, и что вы думаете, заканчивается номер, и вдруг зал, кинотеатр разражается аплодисментами. И вот это для нас, для меня, например, это действительно вот то счастье, которое бывает редко. Думаю, раз они в кино уже это делают, именно этот кусок больше не было уже никогда. Поэтому, думаю, наверное, все-таки это было действительно неплохо. Так что вот то, что касается этого фильма травиаты. Дорогие друзья, вот еще два вопроса, потому что у нас еще автограф-сессия, не забудьте. Уж меня извините, Радьба, вы мне скажите, что баста, и все, и мы закончим. Скажите, пожалуйста, наверное, можно выделить какой-то спектакль, который запомнился больше всего? Не могу. Вот не могу выделить. Откровенно говорю, не кривлю душой. большое количество спектаклей, вот они у меня запали в душ. Все, абсолютно. Процесс, потому что работа, это самое прекрасное. А результаты, результаты бывают разные. Иногда не ждешь, а вот вдруг получаешь, понимаете? получаешь действительно какое-то большое удовлетворение от того, что большинство из видевших или смотрящих тебя получает удовольствие значительно больше, чем ты сам. Вот это хорошо. Поэтому не могу вам сказать. Для меня все работы, которые я делал, они все были мне очень как-то близки и нравились. Владимир Владимирович, добрый вечер. Я счастлива, что состоялась эта встреча, что появилась эта замечательная книга. И я являюсь заядлым балетоманом, и вы с Екатериной Сергеевной моя самая любимая пара. Вот, я это говорю не для красного словца, а просто преклоняюсь перед вами, перед вашим творчеством. Вот, и пользуюсь случаем. Хотела бы выразить большой благодарностью за ваше творчество, за ту радость, которую вы приносили и приносите. Знаю, что вы такой многогранный, ставите спектакли. Расскажите, пожалуйста, сейчас какие-то работы в Большом театре. И второй вопросик. Вы долго сотрудничали с Галиной Сергеевной Улановой. Может, какие-то интересные воспоминания, которые греют душу, скажем так. Спасибо. Ну, нельзя в двух словах сказать огромные, огромные жизни, потому что знакомство с Галиной Сергеевной, так же, как и с Ольгой Васильевной Лепешинской, началось еще в школе, когда мы были. И тогда время-то было славное. Тогда все артисты Большого театра знали учеников школы, тех, во всяком случае, которые заканчивали ученища. А все учащиеся знали всех артистов. Всех артистов не только балета, но и оперы, и хоры. И тогда эти артисты, великие артисты, среди которых была и Вланова, и Лепешинская, приходили на экзамены. И подписи их стояли под нашими оценками. И каждый раз мы, конечно, они для нас были в то время, конечно, были, не могу сказать, что кумирами, но были такие яркие-яркие проявления того, к чему надо и каким нужно быть, к чему стремиться. Пример, ярчайший пример. Причем они разные. Вот смотрите, я говорил, у нас же был класс разделен весь на Лепешинскую и на Уланова. Одни были за Лепешинскую, считали, что Уланова неинтересно, суха, строга, вечно одинаково, а Лепешинская, это был самогонь, это была такая энергия, это взрыв необыкновенный. Да и когда на сцене они были, результат-то в зале был тоже такой же соответственный. Понимаете, когда она выбегала первый раз, я помню Лепешинская, когда первый раз уйдет, боже мой, там, парам, первый выход ее, в Китрис, с ума сойти, просто уже весь зал уже, не знаю, у меня такое ощущение было, что все просто стонали от удовольствия. Уланова всегда было совершенно другое. С годами только я понял, насколько мне ближе артисты плана улановой, нежели Лепешинская. Потому что в них была загадка. Вот улановой была загадка, которая не разрешена и до сих пор. И те, кто ее близко знал, знали, что она немногословна. Некоторые считали даже чуть-чуть косноязычной ее, не умеющей сформулировать и выразить точно то, что она чувствовала. Но то, что она чувствовала, это только сейчас я понимаю, насколько это было глубоко. Поэтому артисты, которые сейчас меня тоже греют, именно те артисты, которые не выражают внешне всего того, что у них происходит в их душе, в их сердце, в их чувствах, когда они только часть нам этого показывают, а другое, мне даже иногда кажется, что может быть гораздо больше в них того, что они выдают. Но это и делает их необыкновенными совершенно. Но мы очень долгое время, Катюша была первой ученицей Галины Сергеевны, и она первая Жизель, когда с ней готовила, конечно, старалась как-то походить на нее, но Уланова, как ни странно, она все время говорила, только я тебя умоляю, не надо, меня не копируют ничего, потому что эти высокие плечи постоянно, Улановские, это присуще было только ей. И когда кто-то это делал, то это уже становилось чуть большивым. И редко я от нее вообще вот сейчас думаю, когда-нибудь она говорила какие-нибудь слова, такие резкие о ком-нибудь, и не припомнит, ни разу, никогда, даже с нами. Старалась как-то смягчить даже те замечания, которые она делала. Вот. Ну, что еще? Да. Осторожно. Была музей-квартира на Катеринской набережной Галина Сергеевна, и там очень много интересных фактов, фотографий, причем просто под впечатлением до сих пор. И говорили, что долгие годы она с Татьяной Агафоной сотрудничала, и как-то ваши пути разошлись. Я как-то такая шикарная пара, все-таки Екатерина Сергеевна и ученица. И вот книг у меня «Мадам нет». Я прочитала, что Екатерина Сергеевна как-то близко к сердцу принимала, что произошло вот это. Да, я понимаю, да. Да, да. И я под таким впечатлением была, такая творческая жизнь, там, это жена, в общем, столько фотографий музейные, что я даже высказалась, ну, как обидно, ну, зачем человек вот такое влияние произвел. Я понял, да, вы именно эта сторона вас. Дело в том, что, да, бывают такие, знаете, и добрые гении, бывают и злые гении, да, и мне кажется, что и Татьяна Владимировна, и Галина Сергеевна, когда они, они же долгое время жили вместе, потому, почему, как-то началось все, пришла корреспондентка Татьяна Агафоновна, сказала, что она очень хочет писать книгу об Улановой. И для этого и так одно за другим пошло, пошло как-то, и она с ней разговаривала очень долго. Потом она стала для нее необходимым человеком. Почему необходимым? Потому что Галина Сергеевна все-таки была очень скромна. А человеку ведь хочется все-таки, да, очень многого, о чем он сам никогда не скажет. Знаете, он может поговорить за кого-нибудь другого, а самому это трудно. А это было очень просто. От ее имени она начала то, все. И поэтому тот круг друзей, который был у Галины Сергеевны, постепенно стал весь отходить от Галины Сергеевны. Ее старые подруги, старые друзья. В конце концов, я-то все равно остался до конца. А с Катюшей произошел этот разрыв, потому что, во-первых, очень сложно все время на протяжении долгой жизни всегда быть с одним учеником. Галине Сергеевне нужны были какие-то новые очевидные ученицы. Кате тоже. Она уже дала и дальше пошло что-то, наверное, не очень интересное. А Татьяна Владимировна просто это подгоревала, очевидно, каким-то образом. Все время говорят, зачем-то. Ну, боже, тебе Галя, это в конце концов масса девочек других и так далее. Вот отсюда Катя по натуре абсолютный слепок улановый. Это все то же самое. Это все внутри себя. Внешне точно так же, как Галина Сергеевна, она поэтому и была, мне кажется, очень хорошим педагогом, репетитором, потому что она никому никогда не говорила плохих вещей. Она всегда старалась как-то так сказать, чего не хватает. То есть это поразительный внутренний такт. Тот такт, которого не хватает многим, мне в том числе. Я из-за этого я не могу. Я могу работать с людьми, которые необыкновенно яркие, интересные. Пусть они абсолютно работают по другому принципу. Но я в них вижу жизнь. Как только люди начинают быть однообразными, мне это неинтересно уже. Поэтому я вот в этом смысле мы с Катей были абсолютно разные. Понимаете? И этим самым дополняли друг друга. Поэтому мы прожили так долго вместе. вот так все это началось. Потом постепенно вот так вот отошли все и остались. Но я до конца всегда все-таки был с Галиной Сергеевной. Да, это все переживали, правда. А уж особенно Катя, конечно. Дорогие друзья, вот сейчас у нас есть молодой актер Большого театра, который хочет задать последний вопрос. Владимир Викторович, здравствуйте. Я танцевал много в ваших балетах и с большим прекрасным удовольствием наслаждался с упоением. И мы восхищаемся с ребятами. Помните, вот так вот возьмите, подбородку поставьте. Приложите. Подбородку. Мы восхищаемся с ребятами вашей творческой истомой и вдохновением и очень хотим, чтобы вы посмотрели нашу лабораторию искусств и балетную труппу ГАП в высокой живописи. У нас 1100 картин уже. Мы нашли у нас почти вся эта балетная труппа в этой лаборатории искусств. Мы это публикуем в Фейсбуке. Если вы желаете найти, это можете меня найти Егор Явланов. Дело в том, что после всех скандалов и всех нелепиц, которые происходили в Большом театре, у нас родилась идея поставить праздник дураков. Потому что когда к нам пришел артист Никита Капустин, у него фамилия Капустин, а раньше была традиция в Большом театре капустники устраивать. Капустники. да, нету, артисты выкладывают видео уже народные артисты, они очень хотят возобновить их. И вот у нас уже срежиссировали День Дурина в Большом театре. То есть потому что есть артист у нас Иван Праздников и в честь него и в честь артиста Никиты Капустина мы хотим, чтобы вы нам помогли поставить этот праздник дураков с Никитой Капустиным и с Иваном Праздником. И вдохновителем наших идей является классик Александр Сергеевич Пушкин. Я хочу зачитать его стихи. Вот взгляните как раз у нас картина Дуринс Дей День Дурина это Капустнику Гапт новому Капустнику возрождение традиции новых Капустников Большого Театра и в завершение А вот как раз сейчас секунду Вы помогаете секунду Это фотография с Владимиром Викторовичем Вы можете найти ее в фейсбуке Альбом называется Исследование театральных проблем и их искоренение А также вы можете увидеть лабораторию искусств и балетная труппа Гапт высокой живописи Там около 1100 картин со всеми артистами Гапт практически уже со всеми Естественно не только с артистами Там и художественный руководитель и заведующая балетной труппы и директоры и все И мы пишем стихи будто бы Аполлон к нам явился который на фасаде стоит Сейчас я прочитаю обязательно Была пора Наш праздник молодой Сиял Шумел И розами Венчался И тесною Сидели мы Толпой Душой Сейчас Секунду Я очень Волнуюсь Извините Да Да И с песнями Бокалов Звон Мешался И тесно И тесно Сидели мы Толпой Тогда Душой Беспечные Невежды Мы жили все И легче И смелее Мы пили все За здравие Надежды И юности И всех Ее затей Теперь не то Разгульный Праздник наш С приходом лет Как мы Перебесился Он присмирел Утих Остепенился Стал глуши Звон Его Заздравных Чаш Меж нами Речь Не так Игриво Льется Просто Просто Дорогие Дорогие Песня раздается И чаще Мы вздыхаем И молчим Спасибо Спасибо Дорогие друзья Спасибо Нашим гостям Сейчас мы Переходим К автограф Сессии Которая Видимо Судя по количеству Народу Будет Длительное Внимание Пожалуйста Автограф Сессия Проходит С этой Стороны Вы Все Обходите Спокойно Субтитры